Добрый вечер, меня зовут Юлия Григорьева и тема моего сегодняшнего выступления презентация, в первую очередь, моей книги Риле Ро, которую вы можете получить здесь бесплатно после окончания лекции. Может, кто-то уже взял, мы оставили здесь в зале несколько печатных копий, также ее можно скачать бесплатно по ссылке. И сегодняшнее свое выступление я бы хотела поделить на три части. В первой части пару слов обо мне и моей книге, во второй части, в теоретической, я бы хотела поговорить о медитативной технике приема пищи, и третья часть, завершающая, у нас будет практика. Дегустация шоколадных трюфелей, приготовленных по рецепту из моей книги, совмещенная с медитативной практикой приема пищи. Без сахара, да. Позже выведу на экран. Я модель, живу уже пять лет в Италии, и мое хобби – кулинария. Я закончила интернациональную школу кулинарии Мэтью Кенни, Plant Lab, и увлекаюсь. Часто готовлю себе, так как уже четвертый год я веган. Сейчас все проще и проще становится найти нам сыроедам, веганам, в любом месте подходящую нам пищу. Но, тем не менее, три года назад, когда я только начинала, было довольно сложно, и я много экспериментировала. И все мои изыскания, опыты, знания воплотились в книги. Мы написали ее год назад, и за год ее уже скачали около 20 тысяч человек по всему миру, так как мы перевели ее также на итальянский и на английский. Кто-то может скачать на любом из этих трех языков, кто-то может получить печатную копию. Также, продолжаю. В теоретической части хотелось бы дать вам подробную инструкцию к осознанному питанию. Осознанное питание, все знакомы с этим понятием, термином, довольно-таки попсовое с одной стороны. Поднимите руку, кто уже слышал, может, кто-то уже практикует. Вот. Здорово. И тем, кто уже знаком с этим, и тем, кто еще с этим не знаком, хотелось бы дать несколько лайфхаков. Как встать на этот путь и продвигаться к намеченной цели. То есть достичь того состояния, при котором вы максимально сможете определять, в определенный момент, когда вам нужна и какая пища вам нужна. Когда вам удобнее принимать пищу и какую именно пищу вам удобнее принимать. Итак, первый фактор, о котором бы хотелось поговорить, это информационная подкованность. То есть то, что вы должны знать о производстве пищи, откуда берутся определенные продукты, как они готовятся. И, в общем-то, сейчас, если у вас нет времени заниматься этим вопросом. Хотя, я думаю, в современном мире многие, каждый второй сам себе нутрициолог. Но, тем не менее, самый простой вопрос, который вы себе можете задать перед тем, как какую-то пищу принимать в себя, это насколько она натуральна. То есть элементарный вопрос, могу ли я найти данный продукт в его первозданном виде в природе. То есть если вы читаете этикетку какого-то продукта и видите незнакомые вам слова или буквы, как у нас консерванты зашифрованные, е и цифры, это, разумеется, абсолютно ненатурально. Также хотелось бы обратить ваше внимание на обусловленность, то есть на наши привычки и на то, под какими факторами мы осуществляем выбор в питании. То есть то, что нам навязано либо культурой, либо нашими плохими привычками. То есть также вам нужно здесь изучать себя, изучать вопрос. Если, например, вы придерживаетесь йогического лайфстайла, образа жизни, наверняка вы знаете свою душу, вы знаете, какие продукты вам полезнее, какие продукты вам не следует употреблять. Это следует учитывать при выборе продуктов питания, даже если интуитивно вам, например, хочется что-то съесть, что вам не очень полезно. Также, может быть, вы придерживаетесь научного подхода, то есть вы проходили какие-то тесты на усвояемость определенного вида продуктов в вашем организме. То есть здесь нужно также не просто, да, я захотел вот сейчас съесть печеньку, я ее съем, потому что я придерживаюсь интуитивного способа питания. Ваше внимание на это обращаю, что нужно обязательно быть подкованным теоретически и практически знать себя, знать какие-то хитрости, да, какие нам навязаны, может, культурой, либо обществом. Следующий фактор – это осознание важности пищи. То есть здесь хотелось бы сделать такую оговорку, если вы мясоед, то, разумеется, я вас не склоняю к тому, что вот бросайте, нельзя, там, больше нельзя употреблять этот продукт. Нужно хотя бы начинать с того, чтобы вы начали задумываться о важности, откуда берется этот продукт, да, какой он проходит определенные стадии, то есть животное, которое выращивается, которое потом погибает для того, чтобы стать вашей пищей. То есть надо начинать хотя бы с того, чтобы испытывать благодарность за то, что вы получаете данный вид пищи. Следующий фактор – это ощущение во время приема пищи. К этому фактору мы еще вернемся позже, в нашей практической части. Здесь нужно отслеживать воздействие пищи на все наши пять органов чувств. И самое базовое, что пища должна радовать глаз, веселить сердце, быть приятной на вид и источать приятный аромат. Очень легкое правило, легко запомнить. И последний фактор, немаловажный – это ощущение после еды. Наверняка многие начинают задумываться о том, чтобы сменить свой тип питания именно из-за того, что после еды абсолютно не испытывают подъема энергии. И все наоборот. То есть ухудшается состояние, самочувствие. И, в общем-то, здесь в интуитивном питании обращается внимание именно на ощущение после приема пищи. Сейчас мы подошли к практической части моего выступления. И хотелось бы дать вам продегустировать шоколадные трюфели. Здесь, надеюсь, вам видно, показан рецепт. Хотя пока, может быть, я вам его не буду показывать, потому что во время медитации, может, вам захочется самим угадать, что находится внутри. Поднимите руки, кто за то, чтобы узнать рецепт, сразу. Все за то? Одна. Я вам тихонечко на ушко скажу. Да, медитация. Мы подошли к практической части. Состоит она в том, что я дам вам продегустировать шоколадный трюфель по рецепту из книги. Но это будет непростая дегустация. Она у нас будет привязана к медитации. Эта техника должна будет вам помочь в дальнейшем освоении пути осознанного питания. И заострю сразу ваше внимание на том, что если медитация, например, вам нелегко дается. Я вижу, вы остались все после Анастасии в большинстве. И как у вас все получалось в медитации? Поднимите руку, кому легко далась медитация. Возможно, многие уже практикуют. Ну, здорово. Тогда я надеюсь, что у всех получится данная медитация. Но у тех, у кого не получается медитировать пока, кто только встал на этот путь, я вам гарантирую, что вы хотя бы с практическими знаниями уйдете с моей лекции, потому что у вас получится определить, какой у вас вид восприятия лидирующий. А в медитации для меня, например, это немаловажно, так как у нас 5 каналов восприятия. И вы можете через определенный канал восприятия воздействовать на свое подсознание. И, может, вам это больше поможет расслабиться. Либо музыка, либо аромат, либо какие-то тактильные ощущения. Может, прохлада, которая вам будет помогать расслабиться. Либо наоборот, тепло. В общем, перейдем к практической части. Сейчас я вам дам кусочки трюфеля. Можно вас посчитать быстренько. Все хотят участвовать. Поднимите, пожалуйста, руки, кому поднести трюфеля. Даже кто не поднял, все равно принесу. Все, сейчас. 20 человек? Спасибо. Продолжение следует... Спасибо. 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 Если хотите, пожалуйста. Сразу не едим. Сразу не едим. Сразу не едим. Погодите. Да. Пожалуйста. Есть еще кто? Так, здесь два. Наверное, два вам. Сразу не едим. Напоминаю. Ой, извините за… Так, сейчас у меня еще есть. Да, шесть человек. Шесть человек. Последние у меня счастливчики. Достались большие. Так, возьмите по зубочистке. А, прям целую можно? Да, вам достается прям целую. О, надо же. Бери. Ну, бери, бери. Это такие конфетки. Бери конфетки. Надо же. Ой, и парню. Парню еще не досталось. Тогда пойду. Да, извините, заставила вас ждать. Как жестоко. Так. Теперь можно, пожалуйста, музыку? Еще получи у вас. Вы… Да. Знали, на что шли. Начинаем мы с того, что вы уже проделали на презентации Анастасии. Это техника расслабления, которая называется части тела. Мы закрываем глаза. Усаживаемся поудобнее на стуле. И начинаем постепенно концентрировать свое внимание на разных частях тела. И начнем мы со стоп. Ваши стопы равномерно распределены своим весом по полу. Вам удобно сидеть. Ваши стопы расслаблены. Ощущайте их положение в пространстве. И начинайте медленно скользить своим вниманием. По задней части ног, по икрам, выше к бедрам. Чувствуйте, как вы сидите на стуле. Вам удобно. Ваши ноги полностью расслаблены. Вы поднимаетесь выше. В ту часть тела, где находятся легкие. Подбирайтесь к вашей грудной клетке. Здесь вы начинаете чувствовать свое дыхание. Равномерное. С каждым вдохом вы чувствуете свое тело все больше. И с каждым выдохом вы расслабляетесь все больше. Ваши плечи слегка отведены назад. Вам удобно. И вы чувствуете себя расслабленно. Теперь пройдитесь по задней части вашей головы. Сфокусируйте свое внимание на затылке. Расслабьте голову. Пройдитесь по мышцам лица. Почувствуйте, как они расслаблены. Ваши губы. Глаза. Брови. Даже уши. Продолжайте дышать. Равномерно. Чувствуйте положение своего тела в пространстве. Расслабленное дыхание. Расслабленное тело. Теперь мы плавно начнем переходить к нашей практике медитативного приема пищи. И начнем мы с восприятия слухового. Сконцентрируйтесь на музыке. Слышали ли вы уже с самого начала медитации, что заиграла музыка? Продолжайте слушаться в эти звуки. И отслеживайте реакцию вашего тела на музыку. Отвлекает ли она вас? Или помогает расслабиться еще больше? Медленно начнем открывать глаза. И перейдем к нашему зрительному каналу восприятия. Здесь мы сможем войти в интерактив с нашим трюфелем. Если хотите, либо держите также на палочке, можете положить на ладонь. Смотритесь, не ешьте. Смотритесь в объект. Какая у объекта форма? Какой цвет? Все вопросы, которые я задаю риторически, отвечайте на них для себя. Объем, цвет. Может, вы замечаете какие-то необычные блики, тени. Теперь медленно закройте глаза и попробуйте воспроизвести предмет мысленно. как будто вы его рисуете максимально натуралистично. Медленно откройте глаза, вновь посмотрите на объект и заметьте, изменилось ли ваше восприятие. Возможно, у вас появился больше интерес. Возможно, вам наскучило. Тем не менее, наблюдайте за вашим вниманием и за реакциями ваших каналов восприятия. Теперь перейдем к следующему каналу восприятия. Это осязание. Кто еще не положил трюфель на ладошку, может сделать это сейчас. Если вы боитесь испачкаться, подойдете позже. Я могу дать салфеточки. Если же нет, можете осязать деревянную палочку. Попробуйте изучить руками форму и объем кусочка трюфеля. Здесь тоже лучше закрыть глаза, чтобы сконцентрироваться на том, что вы чувствуете ладонью либо пальцами. Может, вы чувствуете, как трюфель начал нагреваться от тепла вашего тела. Может, вы можете даже прочувствовать его текстуру. Наблюдайте за тем, как ваш канал восприятия откликается на мои задачи, на те задачи, которые я вам даю решить. Перейдем к следующему каналу восприятия. Обоняние. Самое любимое. Для меня лично это один из самых важных каналов восприятия. И он мне помогает как раз-таки в практике медитативного питания, так как я могу, допустим, весь день находиться в суете, но почувствую какой-то аромат, и мне это очень помогает расслабиться. Равномерно дышите и вдыхайте аромат. Получается ли у вас уже разобраться, какие компоненты входят в состав трюфеля. Наверняка вы все чувствуете шоколад. Надеюсь, шоколад нравится всем. Кому удобно, также можете держать глаза закрытыми, так вы можете сконцентрироваться еще больше. Вдыхайте аромат, выдыхайте, еще больше расслабляясь. Мы подошли к завершающему этапу. И этот канал восприятия вкус. Теперь можете не спеша взять кусочек трюфеля в рот и наблюдать, либо же начать жевать, кому как удобнее. Кто-то может наблюдать за тем, как форма меняется на языке, кто-то может сконцентрироваться на оттенках вкуса. У кого-то будет один вкус преобладать над остальными, кто-то может уже различить остальные компоненты. Там есть один секретный компонент, который не был написан в книге. Я у вас прошу, обязательно почувствовали ли вы его. Наслаждайтесь вкусом. Сейчас я последний раз попрошу вас закрыть глаза. наблюдать за ощущениями в теле. Когда вы глотаете, старайтесь визуализировать то, как воображаемый космический корабль трюфель спускается галактикам вашей пищеварительной системы. и наблюдайте за общими ощущениями в теле. сейчас у нас немного затянулась, так как вы не спеша едите. Я вижу, у вас у каждого практически получилась медитация, потому что часто такое случается, что я даже себя помню, что просто хочется уже закинуть еду в себя и побежать. Особенно сегодня один из спикеров рассказывал про то, что есть быстрые и медленные люди по астрологии, по своему типу. И я как раз таки быстрый человек. И такая подобная медитация очень помогает замедлиться в повседневной жизни и начать различать, отвечать себе лично на вопросы, почему я это ем и вообще почему именно сейчас. Надеюсь, вам тоже эта практика поможет. И сейчас перейдем к той части, которая интересует меня. Ну и разумеется, вам тоже будет интересно ответить на эти вопросы. У кого какой канал восприятия является лидирующим? Может быть, у кого-то получилось во всех пяти? Поднимите руки, у кого очень хорошо и гладко прошла медитация на всех пяти каналах восприятия. У кого легче было расслабиться и сосредоточиться, когда мы говорили о слухе, когда я говорила сосредоточиться на музыке? Вы тогда аудиал. С такими людьми, таких людей, если вы в отношениях, то вам очень приятно, когда вам говорят приятные слова, приятно и расслабляет вас музыка, и тогда в медитации и в подобных практиках, именно в осознанном питании, вам, конечно, будет помогать спокойная музыка, и тогда вам будет легче сосредоточиться на приеме пищи, на своих собственных ощущениях. Следующий канал восприятия у нас был тактильный у кого получилось лучше всего сосредоточиться именно на тактильных ощущениях. Вы, значит, кинестетик, люди, которые получают максимум информации от окружающего мира, именно осязанием. Я тоже очень люблю все потрогать. Следующий канал восприятия у нас был зрительный. Кто у нас визуал? Визуалы часто художники. Вы не художники? Но, тем не менее, у вас наверняка присутствует тяга к эстетике, чтобы все было красиво и нравилось, радовало глаз. Тогда вам поможет расслабиться, разумеется, ритуалы раскладывания по тарелке, красиво сервировать. Следующий канал восприятия у нас был обоняние. У кого получилось раствориться, стать обонянием? Меня тоже мама в детстве называла нюхач, потому что я любила все к носу подносить. Здесь, конечно, легко, особенно если вы занимаетесь йогой, медитацией. Есть множество на выбор ароматных масел, аромаламп. Здесь вы можете себе помочь создать такие якори, как их называют в психологии. Именно якорь обоняния. То есть на какие-то запахи, возможно, вы, если будете за этим наблюдать более пристально, на какие-то запахи у вас реакция возбуждающая, а на какие-то запахи, наоборот, расслабляющая. Вот используя эту технику осознанного питания и связывая ее именно с наблюдениями за собой, именно за своим обонянием, вы можете очень даже продвинуться на этом пути, то есть используя какие-то ароматы, которые вас успокаивают, которые помогают вам устаканиться, особенно в прием пищи. И следующий канал восприятия у нас и последний, завершающий был вкус. У кого лучше всего получилось расслабиться и у кого больше получалось наблюдать за своими вкусовыми рецепторами, да, здесь сложнее, потому что еда у нас часто именно вкусами нас берет, эти моментальные какие-то вкусовые ощущения, которые мы получаем, сладость или горечь. Здесь нужно сосредоточиться и обращать свое внимание именно на какие-то теоретические знания и искать удовлетворение в натуральных вкусах, то есть больше пробовать натуральных продуктов и в них искать удовлетворение своих вкусовых рецепторов. Мы подходим к концу. Я всего лишь подвела итог несколькими фразами о том, что привнесет в вашу жизнь такая практика медитативного приема пищи. Разумеется, это ведение практики медитации в повседневную жизнь. Эта практика не самостоятельная практика медитации. Разумеется, если вы хотите тот, кто еще не начал, хотите изучать более глубоко медитацию, нужно обращаться к специалистам, например, какие-то брать уроки онлайн, либо же ходить в школу медитации. Я изучала в свое время, некоторое время назад медитацию по уроке медитации. РФ. Очень качественный ресурс с большим количеством материалов, с подробным описанием на уроках. Также это дает вам практика медитативного приема пищи, дает вам релаксацию, то есть какой-то моментальный эффект, что вам это помогает расслабиться. Элементарно, если у вас очень стрессовой напряженный график, вот так посидев за кружечкой кофе или за любимым каким-то кусочком пирога, вам можно моментально почувствовать эффект от подобной медитации. То есть вы уже знаете свой лидирующий канал восприятия, вы можете использовать подобную медитацию, только опираясь на один из каналов восприятия. Также развитие навыков концентрации, то есть мы концентрировались поочередно на разных частях тела, затем на разных каналах восприятия. Это очень тоже полезно в нашей повседневной жизни, так как мы очень часто отвлекаемся, очень много факторов, которые нас отвлекают, и мы не можем сосредоточиться, занимаясь определенным видом деятельности. Также это поможет бороться с плохими привычками. Собственно все, я думаю, хотят осознанно питаться именно потому, что знают свои грешки, что они что-то не то едят, что-то не то в рот тянут. Также это позволяет лучше усваиваться пищи, так как мы едим медленно, обдуманно. Это практика осознанности в повседневной жизни. Сейчас все говорят об осознанности. Осознанность это важно в первую очередь для того, чтобы мы не совершали вообще не проживали нашу жизнь на автопилоте. Осознанность помогает вам подобраться к своему подсознанию и понять какие-то вещи, которые вы совершаете, вы можете найти просто абсолютно нелогичными, так как они совершаются именно под влиянием внешних факторов и почувствовать наслаждение. Разумеется, если вы так будете практиковать, как я уже сказала, со своим любимым блюдом, то это вам элементарно будет доставлять удовольствие. Благодарю вас за присутствие. Надеюсь, вы уйдете с какими-то практическими навыками и теоретическими знаниями. Благодарю. Спасибо, Юлия. С нами Юлия Григорьева, блогер, модель, писатель. Сегодня презентовал он нам книгу. Друзья, вы можете скачать, можете прямо сейчас получить с подписью, поинтересоваться, задать вопросы и медитируйте перед едой, во время еды, после еды. Медитируйте всегда. Практикуйте каждый день, дышите носом, с прямой спиной, пейте водичку натощак. Юлия Григорьева у нас в гостях, друзья, в нашем лектории на МОС Век Фесте. Спасибо большое за ваше внимание, за ваши вопросы, участие. У вас есть вопрос, да? Вот давайте, пожалуйста. Ага, самое главное. отлистать назад можно? Ну, во-первых, вы, если взяли уже свою копию книги, можно найти. Ну, уже выдали секретный ингредиент, самые чувствительные, языки. Да, да, да. Финик, финик, нет, орех не грецкий, миндаль, миндаль. Финики, орехи, здесь написано любые, но я использовала миндаль, какао-порошок, который, разумеется, все почувствовали, какао-масло. И секретный ингредиент это цедра апельсина. Вот. Все. Если еще какие-то вопросы, можете подойти и узнать. Благодарю. Спасибо.